Доброе утро, дорогие мои! Вы на канале «Привет, Ангелы!» С вами Народный Батюшка, мира и добра вам от Пресвятой Троицы. Как вы относитесь к фильму «Гибель империи» митрополита Тихона Шевкунова? Что спрашиваете вы меня? Во-первых, я скажу, что я хорошо отношусь к митрополиту Тихону Шевкунову. Мы с ним познакомились давно, ещё когда церковь участвовала в противодействии наркомании. И даже книжечку я ему подарил, книжечку «Свою обыкновенные чудеса». Он её прочитал и сказал, «Я так-то тоже могу написать, у меня много». И написал «Несвятые святые», чему я очень рад. Ну, человек он творчески талантливый, находится, можно так сказать, в патриаршем пуле, то есть ему противодействия никто не оказывает. Больше того, ходило же слухи, что он якобы духовник президента. Но это, конечно, немножечко неправильные слухи. Но, тем не менее, он близок к власти, поэтому то, что он делает, ему честь и хвала, во-первых, потому что никто ещё в церкви такого не делает. Во-вторых, я вижу, что ему много позволено. То есть ему и архивы открыты, и встречи с людьми открыты. Всё ему дано. Поэтому фильм, который он делал, ну, в принципе, он просто и должен был быть хорошим. Материала много, интересных фактов много. Но я вам уже рассказал, что у меня есть другая версия того, что случилось в начале XX века, что привело к революции. И я это высказал в ролике. Давайте я вот здесь ссылку дам. Как чёрная княгиня Россию развалила. Вот так я его назвал. И в нём версии того, что двор разделился. Появилась Мария Павловна, княгиня, великой княгиня. Больше того, с 1908 года она стала императрицей называться, то есть она получила императорское звание. А вышла она замуж и приехала сюда в Россию за Владимира Александровича, дядя царя Николая II. То есть по рангу, как наследование после гибели Александра II случилось, в принципе, он мог стать царём. И единственным препятствием оказалось это то, что Мария Павловна была лютеранкой и никак не хотела отказываться от своего лютеранства. Вот это было всем препятствием. И препятствием для её детей наследовать престол. Она там неоднократно запрашивала, могут ли они наследовать. Ей отвечали, что нет, не могут, потому что они родились от лютеранки. То есть вот такое. Сама она тоже не могла стать императрицей, потому что была лютеранка. Поэтому после гибели или смерти, скажем так, а всё-таки Александр III, можно сказать, погиб, потому что он после вот этой железнодорожной катастрофы очень сильно заболел и уже не выжил. В принципе, именно Владимир Александрович, его родной брат, третий в семье Александра II, должен быть наследником престола. Но вот вера или церковь, я уж не знаю, верующая она или не верующая, в данном случае Марии Павловны, не дала ей такой возможности, не дала ему такой возможности стать императором. Хотя он был такой видный, крепкий, должность у него, главнокомандующий был армией. Больше того, я уже вам рассказывал, что именно Владимир Александрович, это Кровавое Воскресенье устроил, за которое Николая Александровича всё время обвиняли, что Кровавый Царь, это не он дал распоряжение, он вообще был не в курсе, когда это распоряжение давалось. А командовал в это время войсками здесь Владимир Александрович, он и разогнал эту демонстрацию во главе с Попом Гапоном. Поэтому здесь велась очень долгосрочная, серьёзная, можно так сказать, работа по развалу царской семьи, так надо представить, потому что всё-таки должны были царскими, они быть семьёй, единодушные, единоверие соблюдать и всё остальное. И противостояние было очень жестокое, в смысле, можно так сказать, информационном, потому что она не гнушалась ничем. Ну, во-первых, она сделала свой двор ярче, активнее, чем дворы царские, она там, потому что не была связана с некой вот такой статусностью царской, поэтому у неё появились баллы шикарные и, значит, русский стиль. Кстати, она как раз и приехала и начала с этой идеей, что правят немцы. Нам немцев на Руси не нужно. Вот мы потомки Павла Первого, они действительно были потомкой. Она праправнучка по материнской линии, а он праправнук по мужской линии. То есть её муж Владимир Александрович и был троюродный дядя по мужской линии и троюродный брат по женской линии. Вот такая. Но они оба ощущали, что они наследники Павла Первого, то есть той настоящей монархии и того настоящего, как считалось, царя, которого убили, свергли, переворот устроили и захватили власть у этой части династии. Поэтому это всё и вылилось вот в то, что она вела очень большие светские, можно так сказать, баллы, где и начинали русский стиль внедрять, в том числе и император на эти баллы вместе с императрицей пришли в русских одеждах. При этом дворец был большой, построили один из великолепнейших дворцов, Владимирский дворец. Величиной он был с футбольное поле. Поэтому туда до тысячи человек можно так сказать, набивалось на бал светской власти, дворян и всех остальных. И там, естественно, всё и велось, все эти разговоры. Кроме того, когда вот произошла вот эта в пятом году конфуз с Владимиром Александровичем, оттуда пошли слухи. Оттуда начали разносить всякую, значит, оттуда ушло, что нет, это всё, Владимир Александрович, что-то ни при чём, это всё по ведению царя случилось, это он такое распоряжение. То есть вот из этого двора и потекли слухи. Это то, о чём вчера митрополит Тихон и сказал, что царский двор, то есть империю победили слухи, сказал митрополит. Но ведь слухи-то сами по себе не рождаются, как Владимир Высоцкий писал, ходят слухи тут и там, обяз зубы старухи, их разносят по умам. Старухи были не без зуба, это было светское общество, направленное на то, чтобы царём сделать либо сына Владимира Александровича, либо самого Владимира Александровича с императрицей Марии Павловной. Но как раз рождение царевича Алексея вообще попутало карты им. Они, вот есть воспоминания, что встретили очень гневно, что ли, что родился наследник и всё ждали, когда этот наследник не выживет. И поэтому появление во дворе Григория Распутина, который дал шанс выжить этому наследнику, было для них просто жутким врагом стал Распутин. Врагом для них стала церковь, потому что церковь не разрешила ей, лютерантке, на престол российский вступить. Церковь сказала, что её дети не наследники, но сенот имеется в виду. И поскольку родились от лютерантки, то есть вот для них стали врагом двор Николая II, наследник Алексий, Распутин и церковь. Вот на эти-то, можно так сказать, и были направлены силы, и были направлены эти слухи. По существу информационная война. Информационная война. Так как муж какое-то время был главнокомандующим, потом был инспектором собирающей войска, то есть он влиял на то, где, какие войска будут, какие офицеры поставлены, и всё остальное в войсках, какое снабжение у них будет и так далее. При этом он курировал общество железнодорожное, общество, в общем, академию художеств даже курировал. Поэтому художники, слыша эти разговоры, и допускала с их свобода, что они могут делать, в том числе в прессе, стали пользоваться картинками, то есть вот эти карикатуры на царя, на императрицу, на их отношения императрица с Распутиным, стали чуть ли не массово распространяться и в прессе, и маленькие книжечки такие с грязными стихами, с грязными анекдотами распространялись. Это было информационное, но они-то должны были на что-то распространяться. То есть кто-то должен был всё это оплачивать. Ну и к большому сожалению оплачивалось это вот теми, кто поддерживал тот двор, кто был, как говорится, в этой команде, которая очень большая. Ну, как минимум, тот же Юсупов, который участвовал, великий князь Юсупов, в убийстве Распутина, за день до этого был на приёме у Марии Павловны, где она напрямую говорила, что царя нужно свергать, а Распутина нужно убивать. Прямо было. Я вот вам, например, небольшое воспоминание о том, как Морис Палеолог, Жорж Морис Палеолог оставил 2 февраля 2017 года. Это случилось. То есть за 20 дней до февральской революции. Вот что он вспоминает. «Сегодня вечером я даю обед великой княгей Марии Павловне и её сыну, великому князю Борису. С очень убитым видом она объявляет мне, что должна послезавтра ехать в Кисловодск на северном склоне Кавказа. Мне очень нужны солнца и покой, говорила она мне. Волнения последнего времени истощили меня, и я уеду с сердцем, полным страха. Что успеет произойти до тех пор, пока я снова увижу вас? Так продолжаться не может». В чём тут коллизия? Николая II заставили отказаться от престола. Престол взял Михаил. Она хотела, чтобы не Михаил, а взял её старший сын Кирилл. Но и вот она в недоумении, значит, что же там будет. Ей казалось, что на революционной волне и она уже приняла православие после того, как её муж умер в 1908 году Владимир Александрович. Причём его сняли с должности и он вскоре умер. И она посчитала, что убили его царь с царицей. Она вообще люто стала их ненавидеть и относиться к ним. Так вот, после этого она мира помазывается якобы и становится православной. То есть берёт справку, что она теперь православной и предоставляет эту справку. Поэтому, конечно, она надеяла, что с отказом царя от престола царём может стать кто-то из её детей или она сама императрица. А ведь вы помните, что революция февральская произошла для того, чтобы Конституцию установить и по Конституции выбрать царя. Она же не отменяла империю и царскую власть. Это после ноябрьской. Так вот, воспоминания читаю дальше. Дела идут не лучше. Нет, и как им идти лучше? Императрица вполне владела императором. Это она говорит. А она советуется только с Протопоповым, который каждую ночь спрашивает совета у духа Распутина. Я не могу вам сказать, до какой степени я упала духом. Со всех сторон я вижу в черном свете. Я жду наихудших несчастья. Но Бог не может хотеть, чтобы Россия погибла. Бог поддерживает тех, кто борется. И я никогда не слыхала, чтобы он помешал самоубийству. А ведь то, что сейчас сделает император это настоящее самоубийство для него самого, для его династии, для его народа. Но я вам хочу тут вернуться по Ротопопов, который каждый ночь спрашивает совету духа Распутина. Распутин уже убит. В декабре убит. Но она все еще примешивает Распутина к тем событиям, которые идут в феврале. Но что же делать, спрашивают ее? Бороться недавнешнее вмешательство великих князей не удалось. Надо его возобновить на более широких основаниях. Разрешите мне прибавить в более серьезном, менее фрондирующем, более политическом духе в Государственном Совете и в Думе есть как направо, так и налево превосходные элементы для организации сопротивления злоупотреблением самодержавия. Если бы все благоразумные люди и патриоты, заседающие в этих двух собраниях, объединились для общего дела общественного спасения, если бы они умеренно, последовательно и твердо взялись доказать императору, что он ведет Россию к пропасти, если бы императорская фамилия сговорилась, чтобы заговорить таким же языком, старательно избегать всякой тени тайны и заговора, если бы удалось создать таким образом в высших сферах государства единодушную волю к национальному возрождению, я думаю, что протопопов, добровольские всякомарили империи трицы скоро пали бы, но надо спешить, опасность близка, важен каждый час, если спасение не придет сверху, революция произойдет снизу, а тогда это будет катастрофа, она отвечает мне только безжизненным, безнадежным жестом, затем вспомнив о своей дворной роли, где она занимает первое место, она приглашает нескольких дам подойти к ней, вот такая история, и вот почему митрополит Тихон не трогает можно так сказать этого гнезда, он никогда не упоминает в своих работах об империи, что вот здесь главная фронта, как говорится, сидела, здесь была главная позиция, и эта главная позиция сделала все, чтобы царскую власть можно так сказать, перестали ну во-первых считать божественной властью, и действительно семья ну настолько там несколько князей были я уж извиняюсь садамитами за выражение это так великих князей, в общем там полный значит произошел как говорится бардак в престол и наследие в женитьбах кто на ком женится там например у царицы Алисы был брат так вот его жена ушла от этого брата и вышла замуж за сына Марии Павловны представляете какая какая вот у них конечно такая непримиримая была борьба ну а когда рыба здесь не только разделилась но и начала гнить что происходит с государством и поэтому когда я вижу митрополит Тихон говорит войска предали дума предала а как войска сформированы были вот можно так сказать Владимир Александрович его все друзья там находились в это время во главе дума вот она требует от думы более решительных и пусть они возглавят ну так возглавили так и произошло что дальше дума можно так сказать и объявила февральскую революцию и была во главе всего этого действия поэтому здесь вот это на мой взгляд на самом деле нужно видеть больше того я то думаю что с этой точки зрения лучше бы разбирать вот эту историю не искать вину где-то в каких-то интеллигентах которые что-то там не понимали в каких-то генералах которые вдруг предателями стали они бы никогда не стали никакими предателями если бы не знали кому они предают кто возьмет то чего они предают ведь предать что такое передача Иуда Христа предает ради ради чего ради кого а он думает что Христос сейчас возглавит всю эту империю потому что проявит свою настоящую божественную силу и поэтому за 30 серебряников его продает вот здесь предательство на самом можно сказать высшем уровне сначала произошло то есть вот Владимир Александрович а он был очень громогласный он такой его как говорят в дальних рядах войск слышали когда он разговаривал когда он значит в зимнем дворце находился в каких-то комнатах его слышно было по всему зимнему дворцу какой-то момент он понял что царь его боится царица его боится она и Марии Павловны с таким трепетом хотя сама была очень ну грамотная умная женщина хороший руководитель митрополит Тихон говорит что она Николаю 17 писем написала что бы нужно сделать вот в это трудное время а он ни одного письма не выполнил ни одной просьбы не выполнил то есть смущался подчиниться жене вот митрополит говорит лучше бы он подчинился лучше бы уж как подкаблучник поступил но здесь не бывает у истории сослагательного наклонения кабы дабы росли бы грибы так у нас русский народ говорит так вот то что произошло произошло но рассматривать это нужно конечно на мой взгляд и с этой точки зрения поскольку если мы сейчас вот этот фильм видим и пытаемся разобраться а что же там привело к этой революции и вся как говорится вот вина сваливается на чиновников на глупых людей на интеллигенцию которая не понимала царя и фронтировала на какой-то солдат которые причащаться перестали они в семнадцатом году но потому что власть то уже была значит не царская в принципе то что они не причастились это было закономерно потому что у них царь в причастии в пасху поминался как главный представитель бога на земле а здесь что произошло свергли а как же тогда идет причастие вот простой солдат именно так и должен поступить хотя митрополит Тихон считает что это идея пошла от уже от атеизма что вот солдаты такие уже за как говорится завербованные были но на самом деле это не так я считаю что это как раз хорошее проявление они солидарность проявили нет царя на пасху нет и причастия вам к продолжению вы предали церковь же предала царя к этому времени ну вот мы и не будем причащаться в этой церкви то есть солдаты это были настроения царя и он верил и многие верили и Колчак верил и Деникин верил и те кто шли грубо говоря на спасение России они верили что в глубине то что крестьяне что солдаты они в общем-то за царя рабочие там было объявлено новой святой святым народом вот вот это рабочих немножечко в гордыню ввела но почему это нужно рассматривать а потому а потому что вот это разделение у нас и в Евангелии и в Библии считается что самая главная беда разделившийся дом не может устоять что и произошло и поэтому я вот с большим сожалением много времени вижу о том что мы не то что не разделились мы не можем объединиться мы играя вот в эту европейскую некую демократию на самом деле наделали неких партий которые якобы отображают настроение кого-то и они указывают на демократичность нашей страны вот смотрите сколько разных партий сколько разных течений но ведь на самом деле они во первых не являются никакими позиционерами потому что я знаю что их лидеры точно так же ну как мы с вами видим и вхожи в президентскую команду и действуют по указанию президентской команды и делают то есть это все некая такая игра на запад что вот у нас демократия но ведь она то внизу в народе который не совсем понимает что это общая такая политика и что вот эти все партии только для того чтобы мы казались демократической страной приводит к разделению реально не могут грубо говоря объединиться в одном деле единороссы коммунисты ЛДПР то есть они все что-то пытаются делать они каким-то образом даже показывают желание свое сделать что-то для государства но как каждый маленькой командочкой потому что ну я по своему городу сужу здесь везде маленькие командочки коммунистов маленькой ЛДПРовцы по моему вообще уже тут не знаю как но единоросс это маленькая командочка потому что только за счет того что они владеют бюджетом и те кто сидит на бюджете все они имеют возможность собрать себе как говорится на фотографирование бюджетников и сделать вид что они что-то делают что они какие-то мероприятия выполняют что-то происходит и вот эта игра и вот это значит разделение на самом деле не дает возможность взяться за реальные дела и за реальные объединения не дает возможности реальному объединению поэтому я-то вот задал вопрос Владимиру Владимировичу на его встречу я не верю конечно что он прозвучит не верю что его будут обсуждать но мой вопрос звучит так нельзя ли в названии государство российское государство вот этот термин заменить на отечество и везде применять отечество то есть отечество российское чтобы мы с вами осознавали свое единство народом в рамках своего отечества чтобы мы понимали что даже если мы на какие-то раздельные группы или какие-то сообщества любительства там еще такое разделились мы все равно остаемся братья сестры соотечественники вот я думаю что конечно надо вместе с политикой которая у нас сейчас якобы нацелена все-таки на народ и на создание социальных условий сменить и форму этой политики форму этого строя которые в основе своей единения имела бы на основе вот таких отеческих братских отношений ну и естественно надо конечно реформу всех этих партий то есть на самом деле сидят и в думе столько народу который ничего не приносит кроме как пальцем кнопку нажимать оно там ничего не делает потому что есть единая группа единая которая все формирует и у которой значит все главные а зачем все остальные тогда сидят давайте так одно и оставим вот и поэтому на мой взгляд и должно произойти то что если выбирается определенный президент то он выбирает определенную правящую как говорится партию и она во всех частях власти и так далее всем руководит без всякой игры в то что тут какие-то еще остальные дожидаются остальные с другой на свои силы как говорится они на государственные если хотят если хотят что разделяют народ борются выпускают картинки всякую ведут информационную войну но вот здесь очень легко сесть как говорится на хвост тому кто оппозиционер и людям из-за границы и пользоваться им в своих целях вот вот ведь в чем беда поэтому я хочу чтобы митрополит либо продолжил фильм либо сказал вот есть другая версия потому что я то понимаю что он имперского такого мышления он за возрождение империи я тоже за возрождение империи я тоже считаю что мы были есть империя вот но если ты не будешь рассматривать как эта империя сгнила в своей руководстве что привело к этой как говорится гнили то империю то не сделаешь хотя она изначально вроде начиналась с хорошего с выбора Михаила Романова то есть царя Михаила и предполагала что это выборная будет императорская власть ну не императорская царская сначала империя все-таки при Петре Первом у нас с вами появилась нет при его ладно вот такое мое мнение вот такое мнение надо объединяться для объединения надо соединяться укрупняться как политическими так и общественными силами перестать играть роль политических сил реально заниматься деланием перестать играть в псевдодела такие показные дела а реально заняться этими делами вот что я считаю должно быть главным но если на это подвигает нас и фильм отца Тихона митрополита Тихона то значит его роль положительное во всем этом делании мне не хотелось бы только чтобы вскатилось опять вот давайте в ругань вот в такой вот будем очернять вот всех кто революционеры вот они пришли они предали а потом придут еще другие убьют начну всему этому обоснование оно гораздо раньше чем произошло даже Мария Павловна в 2020 году все-таки выехала из России но долго не прожила причем есть версия что ее там отравили потому что напугали что и на западе начнутся такие же разделения и на западе такие же проблемы будут вот такие вот такие мои мысли все здоровья вам всем радости бог с и помилуй нас аминь так и это что это такое